В дальнейшем, когда я произнесу условия, любое внушение, которое я могу сделать, вам не будет иметь силы, когда я скажу условия, давайте вернемся к особой боли, без особого дискомфорта. Без боли это позитивно вспомнить? Нет, ну то, что не... В жизни среднего возраста, и я вот, ну тут других людей не было вообще связано. Пить алкоголем, там избили, обокрали, я поприл. Обратился я потом, дошел до некоторого дна. Давай это расскажите. У меня тяжелая дорога, морально меня выматывает. Вот тоже проблема, потому что с этими, которые тут находятся, он там чуть ли не знаком с самими верхушками, с директорами, с ментами, с эсбэшниками, и предложил меня угостить бесплатно. Мы зашли, он купил несколько еще коктейлей. Мы зашли куда? В эту палатку. Там такие небольшие ячейки, там даже не заходишь, а ходишь с улицы, покупаешь. А вы зашли внутрь, да, в эту палатку? Ну там внутрь, это буквально полшага, вот такой шагун, там дверь открыл, да, взял и закрыл дверь. Там все такое простое. И он дальше говорит, да, пойдем потанцуем в клубе. А я уже, видимо, дошел до такой ситуации, что мне было пофигу, и я согласился, пошли. Идем, идем, я по дороге, один клуб прошли, нас не пустили. В следующий пошли, нас пустили. А я по дороге все это пью. Отравляюсь его дальше. В клубе полно народу было. Апиши немножко, что ты не пил. Да там темно, даже не клуб, а такой кабак, где все столы деревянные. Очень простой дизайн, примитивный, дешевый. Темный пол, практически нету сидячих мест вообще никаких. Между столами вот так вот тусуются и танцуют всякие там и мужчины, и женщины все подвигившие. Может, это какая игра? Ну, конкретно я не помню, но это обычно, что играю в таких клубах. Ты агитый? Это шансон, я в Кутке, да, зимний, большой, широкий. Без шапки, у меня сумка, в сумке компьютер, ноутбук, планшет, фотоаппарат, всякая техника. В карманах у меня смартфон дорогой, по которому я кредит плачу и до сих пор никак не выплачу. В этом кармане деньги, которые я так что заработал с работы. И тут вдруг появляется мой знакомый, который меня узнал. Шапочное знакомство у нас раньше было. И это охранник в том месте, где я провожу тренинги. И он говорит, давай к нам за стол садись. У нас есть коньяк. Ну и, соответственно, я пошел и выпил еще коньяка. Потом потянул на танцы, стал танцевать. Задел там какие-то столы. Ну, тесно вообще, в общем-то, я же большой человек. Меня какой-то кавказец толкнул в спину. Я не упал, ну, просто успокоился, поскольку я пошел в сторону и сел за наш столик. Деревянная столешница, ничем не покрыта. Стоит какие-то вот остатки блюд, там, ну, таких достаточно дешевых. Сыр, там какая-то рыба сушеная. Я даже не помню, какие-то кабачки, что ли, были. Уклажаны завернутые в трубочки. И вот тут, как-то, большая. Наполовину уже пустая. Я на окно поставил свой чемодан с компьютером, снял куртку. И сижу просто, уберу, по-моему, в этом свитере. Подробности. Ну, вот рядом этот мой друг сидит. Он мне достаточно приятен, потому что, ну, единственное знакомое лицо среди этой всей тусовки, его брат сидит. И тут сидит этот таджик, который меня, собственно, сюда и привел. Подходит этот кавказец, который мне оттолкнул спину, и говорит, пойдем на улицу, разберемся. Ну, вот смотри, перед тобой вот этот друг, с которым ты познакомил. Вы выпиваете, да? Были ли какие-то еще подобные ситуации в твоей жизни, когда ты вот сидел и подобным образом себя чувствовал? Подобным это как? Упировал? Ну, да, упировал, было весело. Ну, Господи, это как постоянно. Вот с чем началась история, что каждую пятницу мы сидим с начальством в бане, и там всегда кто-то приносит какой-то алкоголь. То есть мы всегда что-то там упиваем, мы достаточно весело проводим время. Ну, от этого негатива никакого нету. От этого друга, я еще раз повторюсь, было самое приятное впечатление. Подходит этот кавказец, ну, мне что-то я не буду его описывать. Хотя я помню четко, он люсый, слегка заострен на череп вверх, такой нос тоже такой, ну, вот все косточки как бы на носу видны, вот такие, вот все обтянуты кожей. Невысокого роста, вот, не знаю, по плечи примерно. Зовет меня на улицу, я выхожу на улицу. Этот друг мой меня оговаривает, не ходи никуда, не надо. А мне, типа, так все легко, так я думал, да, вот, потусуешь еще немножко, потом что он мне может сделать, он же такой майнер. А когда я вышла на улицу, я боковым зрением увидел, что вот я с ним разговариваю, а затем у меня еще один тусуется. Он где-то так крутится, где-то там метр, в двух метрах от меня. Вроде как бы и ни при чем. Высокий, точек, худощавый парень. И вроде бы вышел этот таджик, который в этом саде тусуется, ну, может быть, делает вид, что курит и пьет. Ой, и по телефону говорят, помогли бы. И вот пока я оборачивался, видимо, этого хватило для того, чтобы тот совершил удар. Я сразу же упал, и ничего не помню. Дальше. Вспомнил, очнулся я только в этом. Ну, что успел взять сразу, нокаут, очнулся в полиции. Всех их взяли, они все вокруг меня сидели. То есть я даже удивился, как так быстро среагировала полиция. То есть рассказывает. Я сижу в закутке, в полиции стол такой. Я сижу никакой, еле пришедший в себя. У меня течет кровь, выбили зубы. И вот этот мой друг, он как бы отстаивает мою позицию. Ты скажи, что у тебя еще пропало для протокола. Тут сидит рядом милиционер и все это записывает. Артеколирует. Со всех нас взяли паспорты. Паспорта. И, соответственно, вот тут я понимаю, что надо вспомнить. Надо напрячь мой мозг, сейчас все воспаленный, чтобы вспомнить, кто же конкретно виноват, кто же конкретно меня мог подставить. Потому что я не нахожу ни денег, ни ключей, ни мобильного телефона, дорогого смартфона, ни кошелька своего. То есть все, что было в карманах, все обчистили. И слава богу, все, что было в моей сумке, все осталось со мной. Сумка, то есть она осталась в заведении и ее никто не тронет. И я понимаю, что я не могу связать осмысленно события, чтобы объяснить полицейскому, что же конкретно случилось. Поэтому просто перечислить, что у меня не хватало. Потом нас выпустили всех сразу. Мы дошли до остановки ближайшей и ждали транспорта. Это уже было какое время? Это уже утро, в летах часов в пять утра. И где ты стоишь? С ними же? С ними, со всеми, мы-то как бы все вместе и остались. Кроме этого таджика, он почему-то остался внутри. С полицией еще дальше разбирался. А со всеми это ты, твой друг? Да, мой друг и вот этот Кавказец, с этим длинным парнем и еще две девчонки с ними. Ну, девушки. Девушки говорят, что это все из-за меня произошло. Я не могу вспомнить, я подхожу к этому Кавказцу, прямо лицо в лицо, глаза в глаза, ему спрашиваю, плачущий, я еще не плакал в тот момент, скажи мне, кто меня ударил. Я реально не понимал, кто конкретно там нанес удар. Может быть, это за день был, может быть, это уже после полиции, на остановке. Но мой друг сказал, не связывайся больше, мы все уже решили, я за тебя все решил, заключаюсь. Они сели в маршрутку, уехали, мы с другом поймали такси и доехали обратно в этот Кавак. Я там стал приходить в себя дальше. Полиция привезла этого таджика, Кавак уже был пустой, утро, все разошлись, и политически остались только мы одни. Полиция что-то там узнавала, разбиралась этой историей, кто чего, как. Видимо, мы ничего не разобрались, мы сели с этим другом, но я попросил его, потому что я стоялся вообще без ничего без денег, что он хотя бы мне что-то дал в долг или довез до дома. Он говорит, Сидите за тем же с тобой? Ну нет, за барнастойкой. Он меня довез до дома, он на такси. При этом все время по телефону какие-то свои вопросы решал. Довел меня до квартиры, в долг ничего не дал, хотя обещал все время. Может быть, для того, чтобы удостовериться, что доставил меня в руки жене, жена там вышла. Может быть, что-то у него какое-то было другое интересное, посмотреть, как я живу. Потому что я реально не знал, кто на меня напал, у меня было подозрение, что это он тоже. Тем более, он так быстро ушел, я ему сказал, ну, а впереди у меня просто было три дня без работы, я понимал, что я на три дня остался вообще без денег. Я ему говорю, дай хотя бы там тысячу, две тысячи, хоть как-то прожить. Он говорит, сейчас дам, сейчас дам, пошли вниз. Спускаемся вниз, и тут он удрал. То есть я его не смог найти. Он когда-то за угол сбежал, скрылся, еще одну машину в такси кальмал. Я его не смог найти. То есть тоже было непонятно, почему он обещал, обещал, и вдруг удрал. Но как бы на этом наверное история заканчивается. Или что-нибудь дальше? После инцидента что дальше? Ты поднялся? Я поднялся, высыпался целый день, заречила рана, у меня была рассечена губа, выбиты зубы. На следующий день поехал в этот кабак, искал свою выбитую челюсть, она у меня пластмассовая, я думаю, может быть там лежит. Спрашивал у всех, никто ничего не помнит. До полиции не дошел в этот день, пошел в полицию через день, через два дня. На этом моменте можно нацедент разрешить? Да, можем. Но дальше просто разборки с полицией были. И можем ли, можешь ли ты еще раз все такое длинное рассказать? Можешь вернуться в начало инцидента и пройти его снова, просто отмечая дополнительные, дополнительные детали, которые можешь найти? Я доехал до метро текстильщики, стоял на улице, выпивал. Обычно я стою в наушниках и слушаю бизнес-молодость, то есть я как бы обучаюсь таким способом. И поэтому длительность моего стояния тоже помогает мне понять больше, ближе, постичь обучение. Дальше ко мне подходит вот этот вот таджик. Грязный, неприятно, противный. Я даже вообще не понимаю, зачем я с ним стал разговаривать. Но подкупило то, что он предложил мне бесплатно отовариться в соседней моряке. Ну, подробности такие, что у меня была расстегнута куртка темная, черная. И тут такой мех искусственный. Он был весь мокрый, тоже грязный. И волосы у меня запрившие. Что-то мне так не понравились. Хотя я его увидел через 2 недели. Он уже был коротко стрижен. И был поприличный. Поприличный выгодил. Дошли мы до Кабака. Как долго шли? Шли достаточно долго. Минут наверное 15. Потому что это вдоль дороги. Транспорта нету ночью. Кабак такие имеют на улицу типа ворот деревянные красные столбы стоят покрашены красной краской. апрель 4 апреля было еще снежно мокрая слепость везде снег еще не до конца растаял буквально там сходили последние суброты зашли зашли кабак танцевали встретил друга очень ему обрадовался он предложил еще выпить скажем на хоряву была очень большая битва коньяка даже таких литр полтора литра огромная стали выпивать я танцевал совершал телодвижения возле некоторых девушек но при этом я к этим девушкам не имел никакого там никакого намека даже у меня в голове ничего не было просто танцевал очень необычно джинсы и белые свитера я также практически в этой одежде в этой в руках и в этом в этом собственно и был задел спиной стол свихим кавказцем меня толкнули в спину я задел не спину а бедром меня толкнули в спину я немножко отлетел так но держался на ногах и не придавая этому значению сел за наш столик за которым мы сидели все то же самое друг сидит передо мной у него брат рядом сидит он к брату приехал здесь я поставил сумку на окно окно типа витража чем заклеено там вот за окном вроде ночью но там фонарь светил поэтому чуть-чуть свет цветной свет у нас по-моему на столе даже был подсвечник там огонек горел какая-то сушеная рыба дешевая закуска и фаршированные баклажаны тут меня пихает в плечо вот этот кавказец короткорослый вывозит меня на улицу я вижу что мы стоим возле вот этих ну то есть перед ухтом на улицу вот этот тамбур деревянный дальше дорога и машина припаркована вот так по диагонали мы чуть-чуть отошли вот этого деревянного тамбура сюда где уже практически здание заканчивается там сугроб возле этого сугроба мы вели беседу очень короткую беседа ни о чем не говорила там он тебе приставал ты там виноват я ему говорю ты виноват ты что хочешь а ты что хочешь ну короче просто наезжали друг на друга а сзади мелькал все время вот этот вот парень в темном костюме высокий худой видимо его друг и мой знакомый даже тоже вышел и делал видишь разговаривает по телефону ну вот сбоку крутился как бы этот парень от меня полтора метра отложил еще полтора метра через три метра от меня вот сзади и вот я просто сейчас уже вспоминаю сзади числом что я видимо когда повернулся отвлекся и в этот момент был удар кто ударил я не видел потому что я был потом впоследствии смоком боком и всем грязным я понял что я упал с некоторым на дорогу просто проанализировал ситуацию проверил как кармана ничего нету вернулся обратно в этот кабак говорил что меня все меня обокрали еще какое-то сознание у меня было подозреваю что меня обществил этот таджик видимо под видом того что он вышел помогать скорее всего он мне как бы внешне помог а по сути обществился карманом дальше вот я просто уже не помню отказался в полиции полиция снова пришла в себя и давал показания которые записывали много было народу вот так сбоку стояли обычная комната покрашена в зеленый цвет с какими-то этими инструкциями бумажными написанными на стене там висели обычный стол очень дешевый дали всем ручки и все заполняли стандартные банки ничего необычно будет не было что дальше как-то себя чувствуешь может быть какие-то мысли вот по поводу чувств очень плохо что я отключился поэтому я практически ничего не чувствовал я почувствовал себя очень стыдно на следующей неделе когда уже стал на работу ходить что зря я в это ввязался и вообще допустил такую ситуацию мне это не свойственно и совершенно даже вот видимо алкоголь настолько отключил мозг что ну я вообще не понял как я не по клубам не хожу ни на улице не знакомлю с парнями тем более в полиции никогда не был вообще в жизни никогда я сейчас нахожусь через четыре дня на следующей неделе у себя на работе в бане вот своей вот эту беззубость слезами я хотел видимо вызвать у него жалость чтобы спровоцировать на какую-то на правдивый ответ да вижу глаза серые округлые такие почти без ресниц он так честно честно у меня смотрит я не знаю а руки лежат в карманах ну на чувствах там плакив ну как-то по внешнему виду я понял что кулаки а в этот момент мой друг в руку меня вот вот локоть там отталкивают отойди не лезь хватит уже и так уже получил холер несусь и больше ну и все мы разъехались они поехали там своей дороге вот я тут удивился чтобы машутка подошла они себе машутку а мы тоже сели на маршрутку доехали до того кабака нет или на маршрутку на такси наверное на такси доехали до этого уже кабака вернулись я был удивлен зачем мы туда возвращаемся но он мой друг вернулся к своему брату который нас все это время ждал они заказали еще пиво я ничего больше не мог и не хотел мне лишь бы надо было прийти в себя одно было желание прийти в себя и начать разбираться завтра я сижу развалившись и вот у меня спина вот такая вот скрусился на барном столике и у меня одно желание очиститься всю эту гадость из себя и то что я принимал внутрь и всю эту ситуацию и все что я там надумал все выплеснуть из себя и я каким-то образом пытался что-то вызвать то ли живота себе вызвать то ли не знаю как-то наверное все-таки вызвал живота я не помню я пошел в туалет такой маленький который рядом находился очень такой тесный очень такой прям вот рядом подсобное помещение с этими швабрами тут туалет совсем грязный какой-то я сходил порожмелся и вот я точно не помню по-моему я специально засунул себе полцедо чтобы меня вырвало и меня там хорошо вырвало мне полегчало мне полегчало стало легче даже мозги прочистились я выхожу и вижу заболит этого таджика два полицейских я с ним даже не стал годами пересекаться у меня был он противен шапку снимает он вылазит колбу такими завитушками дурацкими и он опять снял шапку и что-то начал этим процессом показывать что и как там происходило а я сидел ждал пока этот товарищ мой напьется допьет чтобы хоть как-то я бы на данный момент реально от него зависел хотя конечно произнею меня тоже украли все все я дождался он посадил меня на такси мы поехали разговоры у нас были очень короткие ни о чем практически ну в отделе в основном там все мы как бы были партнеры я нам платил за это за аренды то есть я платил не арендодателю а ему охранник за это за аренды у нас там просто была личная договоренность ну дальше уже какие подробности он поднялся в квартиру повесел дать денег позорвался с женой и избежал даже не видишь перец да я вижу ну выходит она такая заспанная вся как будто халатики так вот кутывается холодно видимо ей было что такое глаза такие очень переживающие за меня вижу что волновалась наверное всю ночь она говорит не спала всю ночь а я же стою еще вот окровавленный без зубов шиплярушую ну она тесла с пониманием дела положила меня с пальцами я сказал что буду отсыпаться действительно чтобы себе прийти поэтому то есть ты хочешь сказать что нужно фликлировать водительное эмоциональное высвобождение ты это хочешь сказать? ну в работа по Одессе либо в минус выделяет жизненную силу Одессе выделяет жизненную силу через что? в процессе прохождения через что в процессе прохождения? жизнь не носила это сама по себе вещь через что? через эмоции? через ощущение? или через разорение? а вот это уже разорение разорение это определенное это тоже высвобождение но в один конкретный момент времени высвобождение чаще всего большая часть происходит в процессе сокращения инцидента то что сейчас Света тренировала это и та и другая энергия просто она по разному выглядит это высвобождение это нужно знать как она выглядит в каком порядке что зачем в какой форме потому что первое ощущение сокращение инцидента нам кажется как я поняла что должно быть меньше времени сокращаем инцидент а вот почему здесь слово сокращение даю объяснение а здесь сокращение вот этой да вот этой жизненной силы которая держится на граммах которая блокирована да 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 то есть подробностей становится больше некоторым он даже потом не проговаривает но может легко это сделать ты работаешь с теми которым высвобождается и самое главное научиться поддерживать прохождение не нестись ты по воду у приклеера то есть не идти на воспоминания не идти на логические выводы ты можешь ему дать не идти на обсуждения на какие-то и не давать и не давать и не давать и не давать себе фантазии вообще да только подтверждение что ты его услышала а прохождение имеется ввиду вот это детали я иду там чувствую вот это вижу вот это смотрю вот это причем приклеер может обманывать любым способом до хрена способом как он может обманывать убегать не соглашаться агрессию показывать ты должна понимать что это разновидность и обмана не более того просто человеку неприятно он убегает нормально естественно для человека вот и в этом заключается твоя роль естественно ты должна это видеть в большинстве случаев это видно это видно по содержанию то что он произносит даже ты говоришь он почувствует эмоции ты смотришь на него это видно по внешнему виду отражается на лице энергетика другая особенно когда ты на него смотришь когда он выдумывает как понять энергетика другая что ты имеешь в виду ну ты чувствуешь же не знаю там тепло грубо говоря есть упражнение 5 пальцев один из этих пальцев вот начинаешь говорить вот про себя и прочувствовать он хороший и ровно потеплее даже свой лиц собственный палец если смотришь конкретно перед человеком ты видишь либо у него повышается энергия допустим как в конце было даже негативно но она появляется либо негативно либо негативно плюс или минус без разницы то есть она проявляется либо она сникает и человек такой выдумывание более того вот если процесс идет если прохождение более-менее да не более-менее а достаточно понятно что можно на одном месте сделать очень много и остановиться на этом это не такой цели это проявляется в лице вот реально у тебя допустим это проявлялось что даже выделяется индивидуальные черты становится похожи лично на себе обычный человек похож на какой-то шаблон много людей там тысячи людей между собой очень похожи даже в лице подобно друг другу а вот здесь вот при восхождении эти эмоции выходят и ты становишь похожа только на себя очень индивидуально потому что нету другого человека понимаешь должен поэтому можно судить но это если прохождение ты уже научилась вести чтобы оно было не то появилось то исчезли потом когда ты потеряешь опять скорость падает прохождение скорость качества падает вот эти вещи нужно следить естественно еще один момент ты можешь быть в разном состоянии уставших сама какой-то живой человек когда-то лучше получается когда-то хуже ну что угодно может быть силу было бы может быть просто меньше и ты просто должна знать характерное явление по которым ты ориентируешься то есть вот это прохождение должна примерно представлять минимальное качество которое будет ну это кроме очень сложных случаев когда она не проявляется внешне их редко бывает это это если запутать пейс как то искусственное неизвестно что это произошло в большинстве случаев 90% что если ты это видишь умеешь поддерживать прохождение что происходит с человеком допустим прохождение не обязательно у человека хороший может быть у человека маленькое но прохождение ты можешь поддерживать на том на чем у него есть он только слышит не видит ничего не чувствует по слову по слову поддерживаешь Вот момент, когда там нужно увидеть доску, когда нужно увидеть дверь, когда нужно увидеть ботинки, это ты должна сопереживать и видеть его, конкретно до чего он может дотянуться. Это просто должно по внимательности вот это вот увидеть, потому что можно ему дать задание, с которым он не справится. То есть должна быть еще у аудитора позиция, когда аудитор стоит в позициях проектилира, в его ботинках. Ну нет, он не видит себя за его глазами, до этого не доходит. А как тогда? Ну да, для более ты потеряешь это время. А как ты тогда почувствуешь, куда, чего, как вести, о чем спрашивать? Ну чисто почувствую, вот если я возьму вот молотком, ударю тебе по руке, я вот буду видеть твою реакцию, что тебе будет боль. Это вот самое примитивное, я говорю. Ну как-то так, на таком принципе, только подробнее. Но не обязательно быть на твоем месте и чувствовать удар этого молотка. Но увидит твою реакцию, что ты боишься этот молоток, он еще подлетает, ты боишься. Или уже ударил, и тебе больно, а ты еще руку отдергиваешь. Понимаешь? Человек двигается, человек дергается, у человека там энергия ощущается. Страх, вот ты страх ощущаешь, когда человек боится. Сильный хотя бы. Наверное. Ну вот, это наиспользуйся. Ничего себе быстрее. Так что бы ты сделал, чтобы мы быстрее прошли? Нет, я не могу сделать быстрее, чем это должно быть. Если эта ситуация на 3 часа, значит на 3 часа. Это от меня не зависит. Если это на 5, то это на 5. Ну просто можно, если прохождение делаешь хуже, то эти 3 часа растянется на 5 часов, потому что 2 часа будет потеряно впустую. Вот и все. А когда тебе 3 часа, ты их все равно должна сделать и все равно их пройти. Никуда не денешься. Можешь потерять дополнительное время. В идеале 2-2-2-2. Объясни, почему так. Теряешь, когда человек реально не проходит по 3-2. Мне понятно, почему теряешь. Объясни мне, пожалуйста, почему, если надо пройти 3, то надо пройти 3. Вот это вот мне объясню. Это зависит от содержания инграммного самого человека. Что ты имеешь в виду? Ну, какие у человека инграммы, какие там записи, какой объем этих записей. Вот как магнитоход, можно записать 5 минут песни, можно записать полчаса песни. Мне заранее это неизвестно. Вот если там есть бессознательность. Хорошо, на этом примере ты можешь сейчас объяснить? На этом примере я привел все, что я сейчас могу сказать. А дальше я не знаю. То, что мы не прошли, я уваду и даже не собираюсь. Это тайна за семью печатью. Никто этого не знает. Ты хочешь сказать, что были какие-то картинки, которые мы не прошли? Естественно. Мы на середине остановились. Эта ситуация не пройдена. Что значит, что мы на середине остались? Я не понимаю, о чем. Сокращение инцидента не произошло в данном каком случае. Так понятно? Скажем так, оно не дошло до... До конца. До нужного... То есть в идеале нужно в следующий раз начинать и продолжать дальше. Я бы сказала, мы добрались до середины, потому что... Я даже не могу сказать, где-то середина. В освобождении были, потому что добавлялись какие-то детали, там еще были какие-то эмоции. Прошли мы через... И где-то неизвестно, где на середине остановились. А потому что... Отвечения прошли, но еще будет не один раз. Потому что, опять же, нужно определенное количество времени, потому что собирались закончить. Плюс навык. И я бы так сказала, что на такой позитивной ноте мы сегодня, наверное, завершим. Вот. И обозначим следующую нашу встречу. Лучше всего это сделать, чтобы... Нарабатывать. И оставлять весь день. День это до 10 часов. Вот мы сегодня с 12 до... Пойми правильно, Света, что это нужно тебе. В первую очередь. Я это уже умею. У остальных это пока хуже получается. Ну, скажи, вот тебе в общем и целом, вот сейчас, как быстрейки позиции, вот, если посмотреть на то, что происходило, тебе понятно, как нужно было делать? Или по-прочему непонятно? Я поняла, на чем я, так сказать, подостановилась, что мне... Потому что для меня было важно выяснить, вроде бы я понимаю, что такое прохождение. Ну, я же не сталкивалась еще с другими вещами, как воспоминания, придумывание, обман, да? То есть я же как-то вот это даже не брала в расчет, что... Извини, если бы тебя стал бы исчислять заранее, было бы еще хуже. Ну, да. А так, получается, где там что выискивать... Ты еще и не совсем сталкивалась, прям расскажут. Я так понимаю, что это все количество высяженных часов практики. Плюс нужно четко определять прохождение, нужно видеть много-много почем. А внимание это часы практики, когда ты уже не будешь ни на что отвлекаться и будешь смотреть только одну простую вещь. И все. Можно меня такого не выкладывать ни в чем?